Здравствуй, моя Азочка и остальные мои птенчики. Я вас крепко в душе своей целую. Азочка, спасибо тебе за то, что пишешь мне хорошие письма. Они для меня служат большим счастьем. Сегодня получил твое письмо в момент ужасно сильного боя с противником. Я, получив письмо в руки, в торопях посмотрел на адрес, увидел, что от тебя и у меня от радости брызнули слезы. Но прочитать его было некогда. Я заряжал свою пушку и беспрерывно ввели стрельбу по противнику. Дождался ночи и в темном окопе со спичкой уже читал. И был рад ему до невозможности. Азочка, пиши мне. Пиши, прошу тебя. В родной город слал свои весточки жене и маленькому сыну Алексею Рогов, командир эскадрильи авиаполка, совершивший более 60 вылетов. В каждом его обращении к жене чувствуется неподдельная любовь и тревога за близких. Девочка моя, писал Алексею с жене из Новочеркасска, «Приготовь себя к разлуке. Впереди 1942 год. Живи, как и я, надеждой навстречу». Следующее письмо он отправил домой уже из Московской области. «Здравствуй, Верусенька и сын Эденька». «Верочка, не грусти. Готовься к зиме. Купи сыну валеньки и ши ему шубку. Люблю вас, Алексей». Последнее письмо датировано началом октября 1941 года. Его Алексей написал за несколько дней до своей гибели. А звание Героя Советского Союза он получил посмертно. Сергей Храпов. Письмо отцу. «Мой дорогой отец, шлю тебе сердечный привет и желаю многих лет жизни. Шесть лет мы с тобой, старина, не виделись, но ничего, недалек тот час, когда увидимся. Да еще как увидимся, все будем вместе. А пока побудешь с дочерьми и внучатами. Ты уж не обижайся на меня, что редко пишу тебе, зато я часто тебя вспоминаю. В этом году приехал бы к тебе, да война помешала. Вот теперь надо с врагом расправиться, а потом уже к родным. Не унывай, дорогой отец. Нам теперь нужно крепко бить врага, чтобы жили наши родители, жены, сестры, дети. Наша Родина. Будь здоров, жму руку твой сын Сергей Храпов. 3 сентября 1941 год. Вера Поршнева. Письмо матери. Милая мамочка, пишу это письмо перед самой смертью. Ты его получишь, а меня уже не будет на свете. Ты обо мне не убивайся, не плачь. Я смерти не боюсь. Мамочка, ты у меня одна остаешься, не знаю, как ты будешь жить. Доживай как-нибудь свой век. И все же я тебе завидую, мама. Ты живешь пятый десяток, а мне пришлось прожить 24 года. А как бы хотелось пожить и посмотреть, какая будет дальше жизнь. Не могу дальше писать. Руки трясутся и голова не соображает ничего. Я уже вторые сутки не ем. С голодным желудком, говорят, умирать легче. Ну ладно, прощай, моя милая старушка. Как хотелось бы посмотреть на вас, на тебя, на Зою, милого Женечку. Если сохраните его, расскажите, какая у него была тетя. Ну все, целую вас. Твоя дочь Вера. Вера Поршнева умерла 30 ноября 1941 года. Посмертно награждена Орденом Отечественной войны первой степени. Она была партизанткой на фронте, и это было ее прощальное письмо. Фронтовые треугольники. Дневники памяти прошлых лет. Вот такие простые тетрадные листки исписывали солдаты в перерывы между боями. Среди них был мой дед Анатолий Алексеевич Корыбакин, попавший на войну 19-летним арчишкой. Нашлась свободная минутка. Сижу в ямке, поэтому немного спокойно. Вся фронтовая симфония надо мной. И так все время. Только остановишься, тут же лезешь в землю. Пока все хорошо, настроение бодрое, самочувствие хорошее, идем дальше. 2-го числа после упорного натиска отбросили немцы еще. Захвачены трофеи пленные, а рядом свистят и рвутся мины. И так каждый день, а в остальном все по-прежнему. В общем, мамуля, не беспокойся, только пишите чаще. Привет знакомым. Крепко целую. Анатолий. 7 октября 1943 года. До Днепра не особенно далеко, километров 5. А там, за Днепром, куда мы отбросили противника, на таком же расстоянии идут бои. Немцы пытались нас не раз контратаковать, но были отбиты. Это когда я еще был в боях. А пока отдыхаем, набираем силы для дальнейших схватки. В общем, я прошел Украину, зашел на землю Белоруссии, а она начинается за Днепром. И теперь снова вернулся отдохнуть на Украину. Те зверства, которые немец чинил перед отступлением, даже трудно описать. На своем пути он сжигал все. Все до одной деревни. Жителей. Скот угонял с собой. Расстреливал. Бросал в огонь детей. Но за это он крепко поплатится. Пока на этом. Привет знакомым. Крепко-прикрепко целую. Анатолий. 12 октября 1943 года. Дорогая мамулька, твое письмо от 26-го получил. Письма сестры и братишки тоже. Изменений у меня пока никаких. Спасибо за поздравления. Находимся все на старом месте. Сейчас разбирали в своих полевых сумках, нашли старые трофеи, открытки немецкие. Часть пожгли, и вот я на одной решил черкнуть. Привет знакомым. Крепко целую. Анатолий. 9 ноября 1943 года. А на открытке Прага. Освобожденная позже нашими войсками.